здравствуйте дорогие друзья всех приветствую на своем канале сегодня по многочисленным просьбам я покажу как можно вязать вот такие коврики не квадратные а прямоугольные у всех у нас накапливается всегда много ниточек разных отходов и их можно использовать именно для таких случаев для примера я возьму такую не квадратную коробочку от тени и на этом формате покажу как можно вязать такие коврики крючок я взяла три с половиной кстати крючки вот эти у меня заказаны на алиэкспресс очень удобные в работе кому интересно оставлю ссылочку берем ниточки примерно такого же диаметра как крючок крючок может быть чуть больше чтобы удобно было вязать и начинаем набирать цепочку первая петля заводим крючок за нить прикуп перекручиваем придерживаем пальчиками берем рабочую нить пропускаем в петлю это первая петля и теперь цепочка из воздушных петель длиной я буду вязать по длинной стороне коробочки сейчас объясню зачем но вы можете просто в сантиметрах измерить разницу нам нужна разница двух сторон то есть от этой стороны отнимаем меньшую и набираем такое количество петель цепочку так вот будем считать что я ее провязала теперь я распущу до вот эту вот величину вот эту величину которая по короткой стороне я ее распускаю то есть это получилась разница двух сторон но вы можете в сантиметрах допустим 10 минус 5 равно 5 значит набираем ровно 5 сантиметров цепочку из воздушных петель и так начинаем вязать по два столбика в одно отверстие через одно через одно отверстие выполняем по два столбика значит первый столбик это 3 воздушные петельки между столбиками у нас должна быть 1 воздушная петля выполняем четвертую и теперь вот в это отверстие в 5 выполняем столбик с одним накидом пропускаем одну петельку в следующую выполняем столбик с одним накидом одна воздушная петля между столбиками и сюда же выполняем следующий через одну 1 воздушная столбик столбик пропускаем одну петельку в следующую снова выполняем такую же галочку из двух воздушных из двух столбиков с одним накидом между ними одна воздушная петля и последний остается у нас одна сторона у нас провязана получилось пять галочек да значит сейчас мы выполним в следующую петлю поворот в следующую сторону будем вязать поэтому выполняем на уголок две воздушные петельки и в это же отверстие в последнюю петельку цепочкой выполняем четыре столбика с одним накидом мы выполним две галочки первый столбик первый столбик 1 воздушная второй столбик это первая галочка и второй столбик вернее вторая галочка первый столбик 1 воздушная столбик то есть мы выполнили две галочки для короткой стороны и поворот снова поворот это две воздушные петельки И в это же отверстие снова выполняем галочки. Это будет первая между ними. Не забываем делать одну воздушную петлю между столбиками. Ну и также мы в каждой, где прикреплялись галочки для этой стороны, вот в эти отверстия выполняем такие же столбики, да? То есть вот так, раз. Одно воздушное. Второй. Так, теперь вот тут. Последний. Так, делаем поворот. То есть галочки провязали, да? Делаем поворот из двух воздушных петель. И последнюю также сюда выполним 4 столбика. Или 2 галочки, да? Первая. И вторая. И поворот 2 воздушные петельки прикреплять будем вот сюда. На последнем шаге меняем ниточку, да? Поэтому я прикрепляю здесь, значит, у нас 2 воздушные петельки для поворота. И я сразу же ввожу в первую галочку другой цвет. И прикрепляю таким образом. Раз, два, три для подъема. Одна воздушная между столбиками. И второй столбик в эту же галочку. Ну, а далее мы выполняем в каждую галочку такие же галочки, да? То есть прямо в это отверстие между двумя столбиками. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом в это же отверстие. Вот, такими галочками будем вязать. За счет этого и получается зигзагообразный узор. Так. И в это отверстие на поворот мы выполняем по одной галочке для каждой стороны. То есть первая галочка это столбик, воздушная петля, столбик. Снова выполняем две воздушные петли для поворота. И сюда же выполняем вторую галочку. Раз, два. Далее у нас получаются две галочки для короткой стороны. Не забываем одну воздушную петельку между столбиками, чтобы галочка была более выраженная. На уголок тоже выполняем как и здесь. Одна галочка, две воздушные петельки и еще одна галочка. Выполнили поворот, да? Далее по галочкам пошли выполнять такие же галочки. Далее по галочкам пошли выполнять такие же галочки. Далее по галочкам пошли выполнять такие же галочки. Сделаем петли поворота и вторая галочка в то же самое отверстие. Последняя поворотная цепочка из двух воздушных петелек и последняя галочка. Так, мы должны прикрепиться к следующей галочке. И меняем нить, поэтому я ввожу крючок в уголку первую, и здесь меняю нить на другую. Опять цепочка. Далее вяжем по той же схеме. Одна воздушная петелька снова и столбик в это же отверстие с одним накидом. Далее в каждую галочку дальше идем так. Ну, я думаю, в принципе вы уже поняли, сложного ничего нет. Обычные столбики с накидом. Таким образом вяжем до тех пор, пока не получим нужный размер. Далее вяжем крючком. Так, поворот, две воздушные петельки и сюда же вторая галочка. То есть мы для каждой стороны здесь выполняем дополнительную галку для расширения полотна. Немножко волнится, но ничего страшного, это все выровняется, пропарится утюжком и все будет ровненько. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Спасибо, что досмотрели это видео до конца! Я благодарю всех своих подписчиков за то, что вы со мной! Всем всего доброго! До новых встреч на моем канале! До свидания!